Это Вести НС, студия Филипп Трофимов. В главном российском агрегаторе новостей, на у которой бывшие Яндекс.Новости, появился поиск. Звучит по-прежнему странновато, но на самом деле это довольно важное событие и с практической, и с технической точки зрения. Чуть больше суток назад новости окончательно отошли холдингу ВК. Яндекс, соответственно, перестал иметь к этому сервису какое-либо отношение. То есть сервис был доступен, новости агрегировал, но вот поиска по нему не стало, что очень неудобно. ВК обещали все исправить в течение двух недель, но перевыполнили планы, прикрутили поиск по новостям буквально за несколько часов. Не просто поиск, а сгруппировка результатов по темам, что удобно. С другой стороны, все это может быть примером того, в каком темпе дорабатываются технические детали передачи ресурсов от одной компании к другой. Пока, впрочем, с точки зрения пользователей наблюдается, ну, некоторые сумятицы. Взять, к примеру, десктопную версию нового Дзена. Он теперь в ВК, но страницы наполнены предложениями скачать Яндекс.Браузер. А привычные сервисы Яндекса теперь нужно искать на коротком домене я.ру. Они никуда не делись, но стали на один клик дальше. То есть все многообразие Я-сервисов прячется под одной кнопкой, ровно как у Гугла. Только у Гугла иконки сервисов можно менять местами, просто перетаскивая мышкой. А у Яндекса их можно вытаскивать из списка на саму страницу. То есть настраивать эту страницу под себя. Еще запутаннее сейчас в смартфонах. Фирменное приложение Яндекса теперь называется Яндекс.Старт. При этом список служб сохранился неизменным. И в нем соседствуют, например, новости, которые теперь ВК, и еда, которые вполне Яндекс. При этом стартует приложение с новым Дзеном на главной. Но в описании новой версии приложения чуть не первой же фразой сказано, что теперь можно поменять стартовую страницу. А в настройках там вторым выбором заранее прописан я.ру. Впрочем, можно вписать и что-то свое, ну, по желанию. И пара новостей от главного конкурента Яндекса. Гугл закрыл свой проект Pixelbook. Это были такие эталонные устройства под лозунгом «Смотрите, как может выглядеть Chromebook». То есть ноутбук на гугловской операционной системе Chrome, который суть браузера, с под которого можно работать с документами и взаимодействовать с облачными сервисами. Первая версия Pixelbook, а тогда еще Chromebook и Pixel, вышла в 2013 году и стоила под полторы тысячи долларов. Немало для довольно ограниченного в возможностях устройства. Пусть и очень хорошо сделанного. Массовым быть оно, видимо, и не предполагалось. Но теперь вот проект закрыли совсем. Это не означает, что крест поставили и на Chrome OS. Сами по себе Chromebook и всех остальных производителей, от Samsung, Lenovo, HP, Acer, Acer и прочих, неплохо продаются. Особенно популярны они у студентов, например. Но именно как очень бюджетные ноутбуки для веб-серфинга и работы с документами. А вот премиального Chromebook от Google больше не будет. В смартфонном подразделении поисковика, кстати, тоже новости. Проект гуглофонов Pixel пока никто не закрывает, хотя рекордов продаж они тоже не ставят. Зато там готовятся к переезду. Google постепенно переносит их производство из Китая в Индию. Все дело в политике КНР в отношении ковида. Там по-прежнему регулярно войдет карантин и закрывают многомиллионные города. Что не очень здорово сказывается на планах крупных корпораций по выпуску своих устройств. Как сообщается, на первом этапе в Индии будут собирать не более 20% всех пикселей. Но компания планирует нарастить эту долю. В сторону той же Индии и еще Вьетнама смотрят и другие представители американского биктеха. И Apple, и Microsoft, и Amazon. А вот еще один не очень взлетевший проект гугла, похоже, обрел новую жизнь. Речь о технологии, которая раньше была известна под кодовым названием Project Loon. Тогда компания планировала обеспечить труднодоступные регионы дешевым интернетом. Предполагалось, что раздавать его будут вот с таких вот воздушных шаров. А эти самые шары будут получать сигнал с помощью лазера. Но проект закрыли в прошлом году. Опять же, на фоне отсутствия явных успехов и сокращения трат компаний в целом. И вот, по сути, та же технология и появилась в рамках другого проекта. Алирия предполагается, что этот стартап будет создавать решение для передачи данных с помощью лазера для труднодоступных объектов. На Земле, а в море, в воздухе и даже в ближнем и дальнем космосе. Как пишет Bloomberg, стартап сосредоточится в первую очередь на разработке решений связи для военных. Если, конечно, получится победить проблемы с качеством лазерного сигнала в непогоду, в дождь, снег и туман. Даже жара, говорят сейчас, вызывает помехи при передаче данных.